Сетевые магазины через агрегаторы. Сельхозпредприятиям и фермерам республики помогут с реализацией товара. Они получат дополнительный канал сбыта продукции и доступ в федеральные сети с помощью агрегаторов. Первый такой логистический центр уже работает в Чебоксарском округе. Здесь налажена оптовая поставка свежих овощей и зелени. В Чувашии планируют создать еще несколько торговых площадок для сбыта фермерской продукции. Каждый овощ проходит тщательный контроль. Его осматривают, взвешивают и фасуют. Все в соответствии с требованиями ритейлеров. В таком виде свежая продукция поступает на прилавки супермаркетов. Перебираю огурец, убираю цветочки, чтобы намного дольше было свежее. Ну и товарный вид. Компания с 2015 года занимается предпродажной подготовкой продукции. Ассортимент большой. Работают со свежими овощами, зеленью и грибами. Основные покупатели – федеральные сети. География поставок от Москвы и до Урала. Сырье приобретают у крупных производителей по всей стране. Представлена и чувашская продукция. Это капуста, репчатый лук, морковь, а также цепличные огурцы, помидоры и даже баклажаны. Местных овощей, уверяют в компании, готовы закупать еще больше. Ведь так и выгоднее, и быстрее. Мы, как никто, заинтересованы, чтобы фермеры, которые находятся здесь, в Чувашской республике, выращивали ту продукцию, которая востребована, той, которой мы занимаемся. Для нас это, в первую очередь, почему интересно? Потому что логистика. Сейчас мы завозим по всей России сырье. Если сырье будет производиться здесь, соответственно, сырье к нам будет приходить дешевле. Еще самый немаловажный фактор – это срок годности товара. Мы занимаемся свежими товарами, у которых маленький срок годности. Если будет здесь выращиваться зеленый лук, например, у нас в Чувашской республике, то утром собрали, вечером оно уже уехало. Это очень важный фактор. Поэтому зачастую мы даже могли бы и дороже покупать это сырье, если бы оно было здесь. По данным регионального минсельхоза, в республике растет производство фермерской продукции. А вот реализовать бывает непросто. Пробиться в сетевые магазины местным товаропроизводителям сложно. Им предъявляют требования по фасовке, минимальному объему регулярности поставок. Специальные посредники должны помочь со сбытом товара. Агрегаторы будут скупать продукцию, создавать условия для ее хранения и обработки, доставлять в торговые сети. Наша задача теперь уже фермеров обучить, как правильно выращивать овощи. Надо выращивать овощи востребованные, нужные. Экспериментировать в этом деле сразу не стоит, потому что не все продается в итоге. Обязательно, когда будем обучать, запустим новый поток школы фермера, в следующем году мы включим овощеводство. Будем возить фермеров и сюда привезем, покажем. В Чувашии намерены создать четыре агрегатора для поставок фермерской продукции в сетевые магазины. Рассчитывают организовать еще один овощной логистический центр и отдельно для мясной продукции – молока или картофеля. Правительство Чувашской республики заинтересовано, чтобы поставщиками в такие агрегаторы были максимальное количество наших фермеров, либо личных подсобных хозяйств. Надо выстроить такую четкую, понятную цепочку, где разделяются зоны ответственности. И за счет вот этой большой работы обеспечить единый стандарт производимой продукции по одной технологии, для того, чтобы мы не снижали потребительские качества поставляемой продукции. А пока первый логистический центр в республике намерен расширять свои мощности. Тем более, что в регионе планируют ввести субсидии для агрегаторов и возмещать до 40% затрат на закупку оборудования и строительство хранилищ. Ирина Николаева, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.